Депутат Госдумы Михаил Матвеев Подобная мера важна в рамках профилактики радикального исламизма Ранее в Москве и других городах России были зафиксированы конфликты Причиной которых являлась негативная реакция граждан на ношение подобных деяний в общественных местах В начале разговора о культурном феномене всегда полезно обращаться к истории Она сразу показывает откуда пришла та или иная практика Является ли она плодом человеческих измышлений или откровением свыше А это, собственно говоря, и позволяет нам лучше понять, что перед нами традиция или манипуляция Итак, в историческом гардеробе народов Ближнего Востока, где, собственно говоря, и зародился ислам Действительно, с древнейших времен для женщин было предусмотрено 4 костюма Хиджаб, чедра, никаб и паранжа Хиджаб это платок, покрывающий только лицо и шею Чедра закрывает все тело с головы до ног Никаб закрывает уже не только тело, но и лицо, оставляя прорезь для глаз А паранжа отличается от никаба лишь тем, что закрывает все лицо густой сетчатой тканью Если хиджабу и чедре вроде как особых вопросов нет, так как они мало чем отличаются от общепринятых платков и сарафанов О них есть предписания в религиозных текстах К тому же в них можно видеть и лицо, и глаза человека То вот с никабом история посложнее Ибо именно он стал сегодня яблоком раздора По мнению Юсуфа Аль-Кардави, крупнейшего исламского богослова и президента Международного союза мусульманских ученых Если хиджаб имеет отношение еще к исламскому благочестию, то никаб не является обязательным религиозным атрибутом Его история и предназначение никак не связаны с основой исламской веры Так откуда же взялась вот эта необычная униформа? На самом деле она очень древняя и была придумана за 3,5 тысячи лет до появления самого ислама Эта одежда родом из древней Месопотамии и связана с культом богини Астарты Поклонение которой широко практиковалось в долине рек Тигр и Ефрат Астарта или в шумеро-аккадском пантеоне Иштар была богиней плотской любви Ее многочисленные жрицы были обязаны заниматься священной проституцией А один раз в году к этой практике привлекались и все остальные женщины страны Они и придумывали первые никабы Дело в том, что для такой специфической работы было важно оставаться инкогнито Когда жрицы входили в город, никто из их клиентов не должен был их узнать Подтверждение данной практики мы видим даже на страницах Библии В 38 главе книги Бытия в 15 стихе читаем Когда Иуда увидел ее, он принял ее за блудницу Потому что у нее было закрыто лицо Иуда родился в Месопотамии около 2249 года до нашей эры То есть Библия свидетельствует, что 5000 лет тому назад у народов Востока Уже была однозначная реакция на подобный стиль в одежде С ног до головы закутывались блудницы И ходили они в такой одежде не только во время каких-то песчаных бурей Или пустынного санцепека, но везде, всегда и всюду Потому-то и позже данный костюм вошел во все восточные гаремы Его в обязательном порядке носили все наложницы Даже в 1924 году, когда Мустафа Кемаля Татюрк Издал указ, по которому все турецкие женщины получали право одеваться так, как они хотят Только одной категории женщин было указано продолжать носить никаб Как вы уже догадались, это тоже были женщины с низкой социальной ответственностью Конечно же, это вовсе не говорит, что такое восприятие никаба было повсеместным С веками, в различных культурах отношение к никабу менялось В конце 19-го, начале 20-го века он уже никак не связывался с богиней Иштарт На него уже совершенно не реагировали, как это было во времена, допустим, ветхозаветных праотцов Однако понимание того, что никаб является лишь предметом этнографического аравийского гардероба А не столпом исламской веры оставалось Поэтому виднейшие исламские богословы и учат, что к вопросам веры К предписаниям Корана, к прямой заповеди бога никаб никакого отношения не имеет Этот костюм когда-то родился в очень специфической среде Позже стал просто удобной формой для племен бедуинов Обитающих среди пыльных каких-то песчаных бурь И до сих пор в пустынных регионах он играет вот эту свою важную гигиеническую, а не религиозную роль Так почему же и когда вот этот дресс-код пришел в наши земли? Почему сегодня в традиционных исламских регионах России мы встречаем женщин в бедуинских платьях? На Северный Кавказ и в традиционные мусульманские регионы России данный вид одежды стал массово завозиться в 90-е годы 20 века И принесли его туда проповедники радикальной исламской секты, ваххабиты или салафиты Вот посмотрите, именно так еще 100 лет назад выглядел традиционный женский костюм в Ингушетии А вот так в Дагестане А вот так в Чечне А вот фотография воинов так называемой дикой дивизии, которая верой и правдой служила русскому императору Обратите внимание на форму бород и усов А вот так, нас пытаются в этом уверить, сейчас должны выглядеть женщины Кавказа А вот такие бороды без усов на манер ваххабитов должны носить мужчины Как видите, это не имеет никакого отношения ни к мусульманской вере, ни к подлинным национальным костюмам и традициям мусульманских народов России А значит, это не традиция, это манипуляция И создаются такие долгие, продуманные, рассчитанные на игру в долгую манипулятивные технологии, никем иным, как спецслужбами В США, например, уже на самых верхах говорят, что радикальные исламские группировки, которые разорили сегодня целые регионы Это работа их разведывательных структур Мы же понимаем, что напрямую укоренить в мирном регионе какую-то человеконенавистническую традицию Привить добрососедским отношениям агрессивную тональность Но это задача практически невыполнимая Поэтому предпринимается более тонкая многоходовая игра В которой поначалу именно униформа играет основную роль Это только дилетанту кажется Ну какая там разница, господи, борода с усами или без усов Платье такого покроя или иного А вот для профессионала уровня старшего специалиста отдела специальных операций Центрального разведывательного управления Это целое искусство Создание религиозных бомб замедленного действия Придя в новый регион, такая разрушительная технология должна в первую очередь Переподчинить себе местных жителей Оторвать их от традиционных исторических форм И привить им формы новые, радикальные, нетерпимые А главное, не подконтрольные никаким местным укладом Поэтому те, кто уже заражен вот этим данным вирусом Не слушают ни духовных наставников, ни старейших, никого Кроме своих новых проповедников Таким образом, через простейшие вот эти бородки без усов Через элементарные какие-то платья, костюмы Создается психологическая связь с новой взрывоопасной традицией А дальше декларируется некая такая претензия вот этого гостя культурного На то, что культурная и религиозная гегемония во всем регионе Должна принадлежать ему Мол, вот так вот и надо ходить Вот так и следует выглядеть А кто так не ходит, кто так не выглядит Получает свой адрес сначала презрения Потом раздражения А затем и агрессию То есть, если на первой стадии данная манипуляция Преследует всего лишь одну цель Подчинение окружающей среды Перековка, так сказать, местных жителей То следующий ее шаг Это радикализация некогда дружелюбного И договороспособного населения Новая форма внешнего вида Объявляется столпом веры А все претензии к ней со стороны правоохранителей Отбиваются с помощью правозащитников и НКО А далее все заканчивается уже нападением Правильно одетых людей на людей неправильных Таким образом, данный манипулятивный проект Постепенно расширяет свою социальную базу Пока, наконец, не приводит к крупному общественному взрыву Вот так было в Афганистане, в Судане, в Ливии, в Египте, в Сирии Такой же сценарий сегодня разыгрывается и для России Так что появление на улицах городов людей в арабских никабах И ролики с конфликтами на этой почве Это первый звоночек, что американские центры влияния взялись за ваш регион Вот почему сознательная и умная власть не дает этой манипуляции даже начаться Пресекают ее в корне В настоящее время ношение никабы запрещено в 16 странах мира Среди которых не только Франция, Бельгия и Швейцария Но и Тунис, Чад, Нигерия, Конго, Габон, Камерун, Шри-Ланка, Судан, Египет, Индия, Индонезия А вы знали, что в Душанбе полиция проводит рейды В ходе которых отлавливают мужчин с ваххабитскими бородками, без усов И насильно их бреет? За один только год в одной только Хатлонской области обрили 13 тысяч мужчин А вы знаете, что в Узбекистане за ношение никабы на улице вас оштрафуют на 35 тысяч рублей Если перевести на наши деньги, это огромная сумма для этой страны А в Чечне, например, глава республики Рамзан Кадыров заявил Что ношение никаба является первым шагом на пути к экстремизму А глава духовного управления Чечни Салах Межиев напомнил Что такая одежда никогда не была свойственна местной традиции И не имеет ничего общего с основами исламской веры А те, кто это пытается оспорить, манипулятор и враги Аллаха Так что на сегодняшний день сознательное мусульманское сообщество Богословы, старейшины, муфтии и руководители целых стран и регионов Давно уже раскусили этот хитрый трюк западных кукловодов Никаб на женщине и ваххабитская бородка у мужчины Это не символ набожного правоверного мусульманина Это первый признак того, что данный человек Находится под контролем американской манипулятивной технологии Так что прав депутат Госдумы, озаботившийся вот этой проблемой Сами подумайте, если весь этот ваххабитский легион Гоняют сегодня по всему миру, то куда он в итоге-то придет? Конечно же туда, где по халатности или по недопониманию Или просто по глупости Никто еще ничего таки не предпринял И вот последнее будет хуже первого Таков наш век Его ложь, его правда и наш тест Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok